Толерантность 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 Секциальные меньшинства Желают усыновлять детей Даже сообщества тех, кто радует За легализацию педофилии Выходит из тени Во что сегодня превратилась толерантность? Политика толерантности В европейском обществе Является во многом Политикой потворствования различного рода Порокам и негативным явлениям Однополые браки и парады Все прочее, что с этим связано встречает поддержку и отсутствует какого-либо сопротивления со стороны общества. Великобритания. Графство Сасекс. Октябрь 2017 года. Ученицам средней школы запретили носить юбку. Администрация объясняет. В школе учатся дети-трансгендеры, которых, внимание, оскорбляют различия в одежде. Это не проявление толерантности, это проявление глупости. Потому что если юбки оскорбляют трансгендеров, то брюки оскорбляют женщин. А серьговухи оскорбляют еще кого-нибудь. Бельгия. Брюссель. Октябрь 2016 года. В одной из начальных школ учителя провели театрализованное представление. Свадьбу двух мальчиков. На церемонии присутствовали представители местных властей и родители. Мероприятие стало показательным. Именно так и следует, с точки зрения педагогов, прививать школьникам толерантность. Почему благую идею довели до абсурда? Это структура политического террора. Как связаны толерантность и вампирские хроники? Вполне вероятно, что это будет финальным аккордом человечества. Кто похищает Рождество у католиков? Я вам еще покажу, как надо жить. В чем разница между толерантностью и терпимостью? Крестьяне и приносили хлеб, воду, деньги. Я, Анна Чапман, открой эти тайны. Редактор субтитров А.Семкин Такого еще не было за всю историю Голливуда. Режиссер фильма «Все деньги мира» Ридли Скотт меняет исполнителя главной роли за несколько месяцев до премьеры. Зрители не увидят на экране кинозвезду Кевина Спейси. Причина – громкий сексуальный скандал. Спейси обвиняет в том, что он пытался склонить к интимной связи несовершеннолетнего. Быстро поняв, чем это ему грозит, актер в лучших традициях жанра выступил с драматическим саморазоблачением. Он рассказал, что много лет не мог понять, кто же ему нравится больше – мужчины или женщины. А теперь, наконец, определился – он гей. Поразительно. Но после этого многие издания изменили тональность. И даже принялись жалеть бедолагу Спейси. Любому изолченцу выгоднее себя обвинить геями. Тогда он становится уже фактически неким таким большинством, которое имеет больше прав по отношению ко всем остальным. Фактически в такой тупик ведет сегодня Запад гендерная революция. Неужели правы эксперты, которые утверждают – стоит публично заявить о своей принадлежности к секс-меньшинствам, и в глазах западного общественного мнения ты тут же оправдан во всех своих грехах? Того же Спейси сегодня нам преподносят как жертву своей сексуальной зависимости. Но кому и зачем нужно оправдывать извращенца? Может быть, это продуманная и целенаправленная политика? Кто-то очень заинтересован в том, чтобы люди утратили свою гендерную и национальную идентичность. Иначе говоря, способность человека определять себя как мужчину или женщину, как русского, англичанина, француза или испанца. Люди, лишенные идентичности, они легкоуправляемы. Владимир Лепехин – политолог, кандидат философских наук, директор Института Еврозес, преподавал политологию в Институте социологии Российской Академии наук. И что такое человек, который не является приверженцем к какого-то этносу, к какой-то религии, который не ценит историю, который не ценит традиции? Он легкоуправляемый, и он является фактически рабом этой самой матрицы. К чему приводят утраты национальной идентичности, можно видеть на примере Великобритании. Коренные британцы стали этническим меньшинством в собственной столице. Согласно последней переписи населения, число белых жителей в Лондоне сократилось на 620 тысяч. Теперь они составляют всего 45% от общего количества населения. Хотя еще в 2001 году их число составляло 80%. В сокращении носителей традиционной культуры приведет к исчезновению и самой культуры, которая под влиянием притока новых элементов сперва трансформируется, а впоследствии это может привести к полному ее исчезновению. В современной Европе говорить о национальной идентичности не принято. На повестке дня мультикультурализм, слияние традиции наций. Западные борцы за толерантность задаются вопросом. Кому нужны все эти национальные самосознания? Ведь они только разделяют человечество. Национальная идентичность – это система ценностей, идеалов, которые движут нации. Разумеется, лишившись национальной идентичности, нация будет подобна телу без души. О каком процветании здесь может идти речь вообще? Вот главные элементы национальной идентичности – язык, традиции, религия, нравы. Если внимательно взглянуть на проблему толерантности, мы увидим. Под прицелом новой идеологии именно то, что, по мнению эксперта, и составляет душу нации. Это религия, традиция и семья. Как сказано в Библии, три волхва пришли к младенцу Иисусу. Звали их Гаспар, Балтазар и Мелхиор. Праздник трех королей – давняя традиция. Каждый год в декабре в Испании и Франции сотни тысяч детей с замиранием сердца ждут карнавального шествия, во время которого добрые волхвы раздают конфеты. Не так давно вдруг выяснилось – праздник недостаточно политкорректен. Почему это все волхвы – мужчины? Такой вопрос задали испанские феминистки. Ведь это оскорбляет женщин. В итоге толерантная Европа вполне серьезно обсуждает возможность превратить одного из волхвов в даму. Смена гендерных ролей, отрицание женщины своей женской сущности – вот до чего доходит общество, зараженное толерантностью. Но почему здравую идею довели до абсурда? Чья здесь вина? И понятия, и само слово «толерантность» появились в эпоху просвещения, в XVIII веке. Изначально толерантность предполагала терпимость к чужому мнению и к человеку, который думает иначе. Ни о какой толерантности расовой или религиозной не было и речи. Те же англичане, беспощадно эксплуатируя колонии, не допускали и мысли о том, что на местное население вообще стоит смотреть, как на людей. Англичане, на тот момент, были настолько нетолерантны в отношении местного населения. Алексей Муравьев – историк-востоковед, кандидат исторических наук. Старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук. Автор серии публицистических, философско-исторических статей. Британский парламент специальным решением на какой-то момент постановил, что австрийские аборигены не являются людьми. Менялись времена, менялись нравы. В Европе распространялся атеизм, а значит, утрачивали силу христианские нормы и запреты. Долерантность – это добродетель людей, которые ни во что не верят, говорил известный английский писатель Честертон. Что касается более специфического употребления, то оно связано уже с 20 веком. Здесь оно получило другие оттенки, связанные с тем, что 20 век оказался временем расцвета психоанализа, клинической психологии. Благодаря родоначальнику психоанализа Зигмунду Фрейду, в обществе заговорили о другом типе толерантности – о терпимости к сексуальным проявлениям человека. И действительно, если в основе всех поступков, как утверждает Фрейд, лежит подсознание, которое невозможно контролировать, какой тогда спрос человека. Эта толерантность к тому, что мы называем социальными девиациями, она связана с наступлением информационной эпохи, поскольку мы сейчас узнали гораздо больше о разнообразии психологическом, социальном человечества. И поэтому, чем больше мы узнаем, тем более толерантным становится наше поведение в отношении того, что раньше рассматривалось как дикость. Толерантность в ее нынешнем виде почти не имеет ничего общего с тем, что было заложено в это понятие изначально. По отношению, к кому нужно проявлять толерантность, политики Евросоюза уверены. Особого отношения требуют к себе мигранты, заполнившие старый свет. Похожая история сыграла с европейцами злую шутку. Те, кого пару веков назад они считали людьми второго сорта, сегодня демонстрируют жителям Германии, Бельгии, Дании и многих других стран, кто на самом деле хозяин в доме. Германия, Кёльн. 1 января 2016 года. Шокирующие кадры, снятые новогодней ночью. Более тысячи нападений на женщин. Ограбления, сексуальное домогательство, изнасилования. Подобные случаи зафиксированы и в других городах Германии, Австрии и Швейцарии. Абсолютное большинство нападавших – мигранты, недавние беженцы, бывшие граждане государств Северной Африки. Австрия. Инсбрук. 1 января 2017 года. Город захлестнула волна сексуального насилия. Полиция заявляет, что ничего подобного здесь раньше не было. И вновь большинство насильников – мигранты. Те, кому было предоставлено убежище. Что же произошло дальше? Ничего. Европейцы показали пример той самой необъяснимой с точки зрения здравого смысла толерантности. Они принялись защищать не своих изнасилованных женщин, а приезжих насильников. У них возникает какой-то когнитивный диссонанс. Они не знают, кого им защищать. С одной стороны, надо бы женщину. Парадокс в том, что сами женщины пострадавшими себя не считают. Высшей точкой абсурда стало заявление Селин Герри, активистки феминистской социалистической организации. В феврале 2015-го ее жестоко изнасиловали трое беженцев. В ответ она принесла им извинения на своей странице в социальных сетях. Вы не проблема. Вы совершенно не проблема. Вы великолепные люди, которым положены свобода и безопасность. Точно так же, как и любым другим. Спасибо вам, что вы сюда приехали. Разумеется, можно найти какие угодно оправдания. Например, вспомнить, что у приезжих психологические травмы. Им пришлось тяжело на исторической родине. Многие бежали от войны. Однако, даже если эта агрессия действительно порождена стрессами, очень опасно оставлять ее безнаказанной. Ведь это порождает у мигрантов уверенность в своем превосходстве. Тут и про колониализм говорят, и про все, что угодно. Поэтому вы мне чем-то обязаны. Алексей Малошенко. Востоковед, политолог. Доктор исторических наук. Профессор. Автор и редактор 18 книг на русском, английском, французском и арабском языках. Поскольку я, будучи у вас, обиженный вами, являюсь носителем конечной религиозной истины, то я вам еще покажу, как надо жить. Удивительно. Но почему-то раньше приезжие привыкали к образу жизни хозяев, принимали европейские обычаи и традиции. Как говорится, вписывались в реальность. Однако, с тех пор, как стало модным рассуждать о толерантности и мультикультурализме, ситуация изменилась к худшему. Европейцев призывают принять мигрантов такими, как они есть, и не пытаться привить им другие правила и установки. Естественно, люди, которых принимают как беженцев, находятся на другом социальном, культурном уровне. Нередко существует конфликт поведенческий. Им нужно объяснять, что вот у себя вы можете вести себя так, а здесь ведут себя не так. Однако объяснять приезжим, как нужно себя вести, в современной Европе не принято. Тех, кто все-таки пытается это сделать, моментально обвиняют в ксенофобии. А тем временем назревает еще более серьезный конфликт. Толерантность к приезжим, к их традициям, религии и культуре сталкивается с другим видом толерантности – к своим собственным гражданам нетрадиционной сексуальной ориентации. Но как раз их-то права и не хотят признавать люди, в глазах которых лесбиянки и геи – грешники, нарушающие религиозные предписания. Как только ты начинаешь к религиозным людям говорить, что нужно относиться к сексуальным меньшинствам, скажем, с большей терпимостью, возникает некоторое непонимание из их страны. Именно здесь, как считают серьезные исследователи, кроется главная опасность для Европы. Нынешние мигранты идею толерантности поняли по-своему. Они точно знают – здесь их никто не остановит. Такая уверенность создает прекрасные условия для развития экстремистских псевдорелигиозных учений. Это вот помесь мании величия, амбиции и одновременно комплекс неполноценности – это тот самый взрывоопасный материал, который мы сегодня имеем в Европе. Пожалуй, самое страшное – это полное отсутствие хоть какого-то сопротивления со стороны коренных жителей. Слово «толерантность» превратилось в проклятие. Оно заставляет европейцев и американцев забыть не только о своих интересах, но и о своей истории, и даже о языке. Какие слова оказались под запретом и чего добиваются современные разрушители устоев? Смотрите далее. Родитель номер раз. Во что превращают семью на Западе? Европарламент еще и предложил запретить, скажем так, название роли в семье папа-мама. Опасно не по-детски. Что грозит родителям, которые ограждают детей от гей-пропаганды? Невозможно жить с ребенком и не ущемлять его права. И как феминистки доводят министров до самоубийства? Кем себя возомнелся и думал, что мне надо открывать двери? Рождество во многих американских городах теперь проходит без упоминания о Рождестве. Христианским символом объявлена война. В Денвере надпись «С Рождеством Христовым» убрали с платформы, которая использовалась для традиционного рождественского шествия. Зато в этом шествии приняли участие лесбиянки и гомосексуалисты. В штате Нью-Йорк школьников, нарядившихся в костюм Санта-Клауса, наказывают, поскольку они, как утверждают власти, оскорбляют религиозные чувства других детей. Христианство сдает свои позиции, и вот через этот главный праздник христианский, попытка, собственно, ну, тоже вытеснить такие вот ценности, свойственные христианству. В американских школах борьба с христианством приобретает немыслимые масштабы. Веден запрет на упоминание Бога. Нельзя произносить слова «рождество» или «рождественская елка». История знает немало случаев такой условной борьбы со словами. Нацистская Германия как раз таки является ярким примером. Нацистская партия приняла закон о запрете иностранных слов и замене их немецкими аналогами. В Англии и Нидерландах отменили слова «дамы и господа», чтобы не ранить чувства трансгендеров или тех, кто пока еще не определился, кто он, дама или господин. В Америке в список сомнительных слов, которые могут запретить, попали мужчина, женщина, бездомный. Попытки, казалось бы, смехотворные, но за ними стоят серьезные проблемы. Попытка бороться с теми самыми нетолерантными словами ни к чему не приведет. Она попросту обречена на провал, так как она противоречит здравому смыслу. Вот что говорят психологи. Страх или ненависть по отношению к слову – это всего лишь проявление страха перед тем, что это слово обозначает. Почему же нынешние борцы за толерантность так боятся понятий «мама», «папа», «мужчина», «женщина», «бог»? В 2009 году Европарламент еще и предложил запретить, скажем так, название роли в семье «папа-мама». Неужели сегодня под угрозой одна из главных ценностей, сформированных тысячелетней культурой – традиционная семья? Долгое время такое предположение казалось странным и нелогичным. Однако сегодня уже очевидно – те, кто всеми силами насаждает толерантность, вовсе не стремятся улучшить человечество. Они пытаются создать новое. Многие критики толерантности убеждены – она разрушает исторически сложившийся уклад и навязывает новую идеологию. Все чаще звучит один и тот же вопрос – кому это выгодно? Кто заинтересован в том, чтобы полностью уничтожить традиционные ценности? Дания, Копенгаген. Октябрь 2017 года. Столица королевства открывается первой в Европе бордель для зоофилов. Законодательство Дании разрешает половые сношения человека с животным, при условии, что животное не страдает. Как заявляет министр продовольствия, сельского хозяйства и рыболовства Дании Дан Йоргенсен, интимное отношение с животными – конституционное право граждан. Известно, что гости борделя смогут позволить себе платные пользования с молодыми собаками. Но будут доступны и другие виды животных, в том числе экзотические. Пожалуй, сегодня сказка Андерсона о гадком утенке вполне могла бы получить совсем иное продолжение. Московский психиатр Наталья Рассказова считает, что во главе некоторых стран стоят люди с психическими некоторыми отклонениями, и они лоббируют и потворствуют извращением. Отношения с животными не считаются чем-то таким странным, диким и так далее. Основные клиенты приезжают в Данию из Германии, Нидерландов и Швеции. Причем в Германии запрет на насилие животных появился только в 2012 году. Раньше там действовали так называемые эротические зоопарки. Кажется, присыщенным европейцам уже трудно придумать, какой еще мерзкой забавой потешить себя. Разрушение и извращение, они ведут к одному, к уничтожению человеческих и вечных ценностей. Извращены и традиционные отношения между полами. Сегодня феминистки могут обвинить в сексизме любого мужчину, который поведет себя не так, как им хотелось бы. В Соединенных Штатах мой товарищ вернулся оттуда сравнительно недавно. Он нечаянно пропускает свою жену в Бестро. Он сделал шаг назад, увидев приближающуюся американку. Пришлось выслушать жуткий монолог на минуту-две. Страшный монолог. Тот и ты думаешь, кем себя возомнес? И думаешь, мне надо открывать двери. Комплимент – это оскорбление. Открытая дверь, как унижение. Восхищенный взгляд, как сексуальные домогательства. Феминистки навязывают миллионам женщин свою модель мира. Надо действовать жестко и бескомпромиссно. Тот дух борьбы против несправедливого общества, которое выжигает душу феминистки, оставляя от этой души одну скорлупку тоненькую. Он, этот дух, толкает ее в суд, толкает ее на борьбу, толкает ее на то, чтобы уравняться в ноль буквально с мужчинами, чтобы ничем вообще от них не выделяться. Традиционные отношения между мужчиной и женщиной, подразумевающие легкий флирт, ухаживание и заботу, сегодня объявляются неправильными, запретными, оскорбительными. В ноябре 2017-го покончил с собой министр труда Уэльса Карл Сарджин. Его обвиняли в домогательствах и ненадлежащем сексуальном поведении. 49-летний женатый мужчина, отец двоих детей, назвал обвинения шокирующими, но обелить свое имя так и не смог. Все женское и лучшее в себе, что мы так любим, феминистки хотят вытравить каленым железом. И чтобы ни другие женщины не были прекрасны и замечаемы мужчинами. Ни мужчины, чтобы ни в коем случае не замечали их. Или кто-то, не дай бог, поцеловал ей ручку. Это сексизм, харассмин. В социальной психологии уже появились новые термины. Синдром трудня и кризис мужественности. Мужчины перестают быть мужчинами. Вполне закономерный ответ на отказ женщин от своей женственности. Но вот парадокс. Равные права с мужчинами вовсе не приносят счастья. Вот выводы ученых из Национального бюро экономических исследований. Женщины 12 развитых стран Евросоюза с каждым годом чувствуют себя все более несчастными. Женщина, начиная зарабатывать, начинает достигать, начинает делать карьеру, утрачивает способность получать от этого удовольствие. Это закон, ему тысячи лет. И чтобы ей дальше быть сколько-то эффективной, какой-то баланс держать, ей нужен мужчина, который бы умел получать удовольствие. То есть, по сути, не мужчина, его антиверсия. Уродливый феминизм. Еще одно современное проявление толерантности. Не случайно именно феминистки фанатично защищают представителей секс-меньшинств. У них общая цель – разрушить традиционную семью. Но зачем? В Америке, как мы видим, уже фактически идет гражданская гендерная война. Гражданская холодная война по гендерному признаку. Задача заключается в переделке общества. А цель – уничтожить большинство. Или, по крайней мере, лишить их идентичности. Еще одной жертвой толерантности, которую всему миру навязывает Запад, оказались дети. По мнению многих экспертов, все это – отдельные элементы хорошо продуманного и детально разработанного плана. Запрет говорить на родном языке, насильственное изъятие детей из семьи, уничтожение вековых традиций. Казалось бы, невероятно, однако все эти уродливые явления – тоже результат толерантности, которую навязывают современному обществу. Казалось бы, что может быть опасного в желании так называемого ЛГБТ-сообщества отстаивать свои права? Самый недвусмысленный ответ на этот вопрос дал принятый в Канаде в июне 2017 года Билл-89. Парламент канадской провинции Онтарио утвердил шокирующий законопроект. В том случае, если родители замечены в критике гей-сообщества и нетрадиционных сексуальных отношений, представители ювенальной юстиции вправе забрать у них детей. Разумеется, принятие этого закона спровоцировало скандал. Однако Канада – далеко не единственная страна, где ювенальная юстиция превратилась в реальную угрозу практически для любой нормальной семьи. Каждые 20 минут в Великобритании сотрудники органов защиты детей Child Protection забирают у родителей ребенка. Латвийская журналистка Лайла Брица уже почти год работала в Лондоне. Адаптация к чужой стране прошла вполне нормально. Старшая дочь Майя училась в колледже. Младшая двухлетняя Катя жила дома с мамой. Если Лайле нужно было уйти, с ребенком оставалась ее хорошая подруга. Но именно в этот день, летом 2010 года, она задерживалась. А главному редактору, как назло, срочно требовалось присутствие Лайлы. Наконец, позвонила подруга. Пообещала, что вот-вот приедет и предложила Лайле оставить девочку ненадолго одну. И Лайла решила рискнуть. Приехав на работу, она первым делом набрала телефон подруге. Говорю, как дела? И она, как сейчас помнила, сказала, ты знаешь, я слишком поздно пришла. Здесь полиция уже с тобой. Полиция не разрешает с тобой говорить. Ребенок проснулся и заплакал. И как раз в этот момент в арендованную квартиру вошел хозяин. Он тут же вызвал полицию. Полиция передала двухлетнюю малышку органам защиты детей. Те, в свою очередь, тут же определили ребенка в приемную семью. Матери и сестре разрешили видеться с Катей раз в две недели. И под надзором представителя социальных служб Великобритании. Когда мне дали первое свидание через пять дней, Катя стала, когда увидела меня, она стала мычать. Это был очень женерадостный ребенок, который уже начинал составлять, да, первое свидание. Она стала мычать. Она плакала, смотрела на меня. И в этих глазах было столько боли, потому что она думала, что это я ее бросила. Вскоре выяснилось, гражданку Латвии Катю Брице, девочку, которая была крещена в православии и говорила на русском языке, передали в семью мигрантов. Эта семья получала за опеку над Катей 500 фунтов каждую неделю. При этом, по словам матери, ребенок все время жаловался на то, что ее обижают старшие дети. Сотрудники социальных служб были недовольны поведением матери во время кратких свиданий. Слишком эмоционально, слишком много обнимают и целуют ребенка. Все разрешает девочке. В итоге ребенка отобрали у нее навсегда. Все судебные иски, поданные Лайлой Брице, все ходатайства и просьбы вернуть дочь, в том числе поддержанные посольством Латвии, были отклонены. После временной семьи социальные службы стали подысковать для девочки семью постоянную. У них есть инфернальных этих служб, у них есть веб-сайты, где выставляют наших украденных детей с фотографиями. Когда мне сообщили о том, что ее не будут даже выставлять на веб-сайт, что за ней очередь уже стоит. Я не буду вам передавать мои чувства, это все равно невозможно передать. Немногие знают, что у ювенальной системы есть и свои экономические интересы. Временные семьи, те, куда передают детей под опеку, получают за них немалые деньги. Так же, как и детские учреждения. В военной юстиции в многих странах, в том числе в Финляндии, уже приватизировано. То есть каждый ребенок приносит им прибыль, и даже немаленькие деньги. Йохан Бекман – финский правозащитник, публицист, доктор общественно-политических наук. Специализируется на расследованиях в сфере ювенальной юстиции. Поэтому выгодно изъять детей, выгодно. И появились уже миллионеры, которые живут за счет горя других людей. Лайла Бритца прошла все судебные инстанции и даже написала письмо королеве Елизавете. Она стояла в одиночных пикетах и у посольства Латвии в Лондоне, и у посольства Великобритании в Риге. Она точно знает, ее дочь вовсе не единственный ребенок, ставший жертвой британских социальных служб. Страшная система узаконенного похищения детей в Великобритании работает безотказно и не щадит никого. В Британии по официальной статистике каждая пара, каждая седьмая пара бездельная. Вот уже четыре года Лайла не видела дочь. И, скорее всего, уже никогда не увидит. Девочки оформили новые свидетельства о рождении. У нее теперь другие имя и фамилия. Лайла нашла в себе силы жить дальше. Теперь она помогает таким же несчастным матерям бороться с ювенальной системой. У меня нет ее жизни нигде. Я даже не знаю, жива ли моя дочь. У меня вообще никаких нет сведений о ней. Система ювенальной юстиции создавалась с благой целью – защищать права детей, в том числе оградить их от возможного семейного насилия. Но с ней случилось ровно то же, что происходит сегодня с идеей толерантности. Она превратилась в свою противоположность. Под ювенальной юстицией стали понимать превалирование прав ребенка над правами родителей. То есть получается, по сути, что он в семье главный. Ряд психологов считает, что это извращение семьи. Для большинства детских психологов совершенно очевидно. На самом деле ребенку необходима правильная внутрисемейная иерархия. Именно взрослый должен быть главным. Только так ребенок чувствует себя защищенным. Взрослый может запрещать, может контролировать поведение ребенка, может разумно наказывать. Так выглядит естественный воспитательный процесс. То, что сегодня пытается навязать ювенальная юстиция, это извращение идеи семьи. Вредное и опасное прежде всего для самих детей. Невозможно жить с ребенком и не ущемлять его права. Потому что ребенок не хочет делать уроки, он хочет шоколадка, а у него диатез. Он не хочет идти к врачу. Процесс воспитания везде, в любой семье, построен таким образом, что права ребенка все равно будут ущемляться. В таких странах, где ювенальная юстиция сегодня устанавливает собственные правила, прежде всего это Норвегия, Канада, Финляндия, Англия, хуже всего приходится религиозным семьям. Конечно, в том случае, если религия, которой придерживаются родители, христианство. Семья, которая каждое воскресенье ходит в церковь, постится, принимает участие в каких-то церковных таинствах, она живет в другом тренде. Я просто знаю случаи, когда отбирали детей. По мнению многих экспертов, извращенная толерантность, как и псевдозащита детей, в действительности звенья одной цепи. Это идеологическое основание связано с пропагандой гомосексуализма также, потому что предпочитают какие-то альтернативные виды супружеской жизни, однополные браки, структура политического террора, именно против семейных ценностей, против семьи, родителей, детей. Психологи говорят, именно благодаря семье ребенок становится неповторимой и самостоятельно мыслящей личностью. Если его помещают в приют, скорее всего, вместо индивидуальности мы получим послушного исполнителя. Возможно, именно на это и направлена политика толерантности. Но кто и зачем стремится превратить людей в безликую массу, жующую попкорн перед телевизором? Смотрите далее. Гендерная катастрофа. Какие планы строит мировое правительство? Это тоже один из факторов уменьшения населения. Нате, пейте кровь мою. Кто и зачем сочиняет вампирские саги? Они красивые, они с бледными лицами. И при чем здесь толерантность? То есть присутствие инокультурных, инородных элементов – явление достаточно новое. Социологи задаются вопросом. Чем объяснить победный марш толерантности в странах Запада? Есть одна парадоксальная теория, которая хорошо объясняет природу этого явления. Считается, что первым мыслителем, который отстаивал принцип толерантности, был французский философ 18 века Вольтер. Он сказал, «Мне ненавистны ваши убеждения, но я готов отдать жизнь за ваше право высказывать их». Почему нам так настойчиво навязывают идеологию толерантности? А если назвать вещи своими именами – пропаганду извращений? Самая очевидная версия. Однородным безликим человечеством проще управлять. Однако это не объясняет, почему семейные ценности и традиционная сексуальная ориентация стали чем-то вроде дурной привычки, в которой стыдно признаваться в приличном обществе. Есть и другое объяснение, также лежащее на поверхности. Пропаганда извращений нужна, чтобы остановить рост населения Земли. Логика проста. Нужно расписывать преимущества тех видов сожительства, которые не приведут к рождению новых людей. А еще надежнее – уничтожить саму идею традиционной семьи. Очень многие представители западных обеспокоены тем, что население Земли стремительно увеличивается. Есть предположение, что существуют целые планы, направленные на то, чтобы начать уменьшать население планеты. Формирование такой модели поведения, когда нет неконтролируемой рождаемости, это тоже один из факторов уменьшения населения. Однако понятие толерантности появилось еще в 18 веке, когда ни о каком контроле за рождаемостью никто всерьез и не задумывался. И вот что интересно. Сразу несколько видных философов начали рассуждать на тему толерантности в течение одного года – 1763-го. Но почему? Именно тогда закончилась кровопролитная семилетняя война. В ней участвовали все европейские державы. Кроме того, военные действия шли в Индии, Америке и на Филиппинских островах. После победы в этой войне Великобритании достались огромные территории, населенные разными народами. Возможно, именно тогда англичанам и понадобилась доктрина, которая могла бы обосновать необходимость мирного сосуществования людей, исповедующих разные религии. Нужно было как-то обозначить каким-то термином терпимость отношения к инакомыслящим, то есть к альтернативным религиям. Вот был введен такой термин, как толерантность. Нам удалось найти еще одно объяснение. Оно кажется невероятным, даже шокирующим. И тем не менее, многие исследователи не исключают, именно эта версия может оказаться вполне реальной. Тот же год окончания Семилетней войны, 1763, выходит в свет первое в мировой литературе произведение, посвященное вампирам. Роман «Замок Отронта» британского писателя Хорреса Волпола. Так ли случайно это совпадение? Что если в течение двух с половиной столетий истинные заказчики идеи толерантности всего лишь выжидали удобный момент? Тот самый момент, когда вслед за зоу и педофилией будет легализован вампиризм, как врожденная особенность, связанная с питанием. Вам это кажется невероятным и совершенно напрасно. Уже несколько десятилетий в Нью-Йорке работает Vampire Research Center, центр поиска вампиров. И судя по информации из этого закрытого учреждения, что все-таки просочилось в прессу, вампиры действительно существуют. А вот кадры телешоу «Говорит Украина». Пара людей, назвавшихся вампирами, демонстрируют свои умения. Разумеется, у них нет клыков. Они не боятся чеснока и не предпочитают кровь юных дев любой другой. Это всего лишь люди, у которых на самом деле есть потребность в употреблении человеческой крови. По расчетам медиков, такому вампиру достаточно 30 миллилитров человеческой крови ежесуточно. В одном только Нью-Йорке, если верить прессе, выявлено около полутора тысяч людей с гематоманией. Именно так теперь называется «жажда крови». Эксперты признают, это вполне реальные цифры, особенно учитывая настоящий вампирский бум в кино и телеиндустрии, который мы наблюдаем сегодня. Растиражированный в кинематографе эстетика вампир. Он такой, ну, меланхолик, трагик такой, так сказать, одинокий. Вроде бы даже сострадание к нему вызывается. Они красивые, с бледными лицами, до тех пор, пока не вырастают кулаки и не становятся красными глаза. У них какая-то такая вот любовная история всегда необычная. Психологам и социологам отлично известен метод под названием «окно Авертона». Он позволяет внедрить в голову людей практически любую идею всего за несколько шагов. От полного неприятия до признания вполне одобряемым и модным. Какие новые извращения могут преподнести нам как очередное проявление свободы? Смотрите далее. После нас хоть потоп. Кто распахивает, настежь, окно Авертона? Любая идея может быть проведена таким образом. И какое место занимает Россия в списке стран, где уважают чужие традиции и веру? Тут на самом деле нет ничего удивительного. По мнению многих экспертов, защитники нетрадиционных сексуальных предпочтений постепенно внедрили в общественное сознание идею, что в этом нет ничего дурного. напротив, такие люди должны свободно заявлять о своей ориентации. Та же схема может быть задействована и для того, чтобы привить толерантность к вампирам. Сначала внедрять идею о том, что питаться человеческой кровью вроде бы ничего, вроде бы нормально, делать из этого моду, снимать фильмы. Любая идея может быть проведена таким образом. Есть еще один интересный нюанс, отмеченный нашими экспертами. Помимо вампиризма, в массовое сознание постепенно внедряются идеи допустимости людоедства. Существуют кондитерские изделия. Некая англичанка, кондитер, делает в виде каких-то глаз, отрубленных пальцев. У нормального человека они вызывают отвращение, но толерантным людям это нравится. Можно и подумать, они съест ли нам и действительно отрубленные пальцы. в этом же ничего особенного. Вот они окна, окна Авертона в действии. Вот она, психологическая ловушка. Однажды объявив самого себя толерантным, дальше уже неудобно отказываться. Даже в том случае, если тебе предложат нечто абсолютно неприемлемое. Тем более, если все люди вокруг тебя заявят, что не видят в каннибализме ничего особенного. Действительно, моменты бывали, когда происходил такой вот двиг, можно назвать его всеобщим помутнением сознания или еще что-то. Но все-таки как бы это стабилизировалось. Может быть, если когда-то весы окончательно качнутся в такую сторону антинравственности, вполне вероятно, что это будет финальным аккордом человечества. Симфония всеобщего безумия звучит все громче. Похоже, у человечества осталась единственная надежда. Те страны, что пока еще не заражены повальной толерантностью. Любопытно, что в нашей стране понятие толерантность даже в самой благостной его трактовке так до сих пор и не прижилось. Зато слово терпимость не только знакомо каждому, но и с глубокой древности считается одной из особенностей национального характера. В чем разница между западной толерантностью и русской терпимостью? Россия, Москва, октябрь 2016 года. Одним из московских издательств выпущен в свет доклад «Ксенофобия, радикализм и преступления на почве ненависти в Европе», подготовленный международной группой исследователей. Предметом анализа избраны 8 стран Евросоюза. Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Италия, Нидерланды, Польша и Франция, а также Россия и Украина. В докладе отмечается, что в Европе существуют страны, которые отрицают наличие этнических меньшинств как таковых и, соответственно, их особых прав, которые отличались бы от классических прав человека. Тревожная ситуация зафиксирована на Украине. Случаи этнически и расово мотивированного насилия в этой стране не расследуются эффективно, а почти половина пострадавших не обращается в правоохранительные органы, полагая это бессмысленной тратой времени. На первый взгляд может показаться невероятным, но это абсолютно признанный факт. Практически по всем параметрам россияне оказались несопоставимо более терпимыми, чем жители Евросоюза. Что интересно, экспертов это совершенно не удивило. Сострадательная терпимость заложена в русском характере. Уважение к сопернику и жалость к униженным и оскорбленным отличительные черты национального менталитета. Когда по Владимирскому тракту, по которому гнали каторжников, которые гремели цепями, изо всех окрестных деревень сбегались люди, крестьяне и приносили хлеб, воду, деньги, все то, чем могли поделиться, они сострадали от истинной терпимости. То, что во время Второй мировой войны в русских деревнях выхаживали некоторых солдатиков немецких, им сострадали. Российское общество издавна складывалось как многонациональное и мультикультурное. При этом никто и никогда не заставлял коренное население отказываться от своих традиций верований. Осваивая новые земли, русские первопроходцы демонстрировали ту самую толерантность, которой не было и в помине у английских или испанских завоевателей Америки. Для Европы, для европейского человека присутствие инокультурных и народных элементов явление достаточно новое. Как результат оно вызывает те самые явления ксенофобии, явления радикализма в обществе. Кроме того, навязывание политики толерантности сверху европейскими политиками приводит как раз таки к выплеску протестного потенциала в форме ксенофобии. В России все иначе. Принципы доброго и уважительного отношения к соседям в нашем сознании были заложены много веков назад. И сегодня с точки зрения исследователей в главном русский народ не изменился. Сама жизнь доказывает, мудрая терпимость гораздо более эффективна, чем извращенная и громогласная толерантность. Тут на самом деле ничего удивительного, потому что все-таки россияне они с одной стороны воспитывались в рамках таких специфических ценностных матриц русского ислама, православного христианства, где вот эта этика как раз предполагает терпение, уважение к самым разным собеседникам, партнерам, родителям, старшим. Долгое время считалось, что толерантность и терпимость одно и то же. Но сегодняшняя реальность изменила даже содержание термина. Вот как объясняют специалисты новую, современную толерантность. Толеранция в переводе с латыни это нечувствительность. Очень часто эксперты вспоминают такое физиологическое значение этого термина, которое подразумевает ослабление иммунитета организма, его неспособность реагировать на некоторые болезни. Человеческий организм, чья иммунная система поражена толерантностью, становится беззащитным перед опухолью или вирусом. Похоже, сегодня иммунная система сразу нескольких государств подорвана безвозвратно. Лучшее средство опорочить идею, довести ее до абсурда. Именно это происходит сегодня с толерантностью. Идеология, рожденная в 18 веке, завела своих приверженцев в тупик. Найдет ли западная цивилизация выход из этого тупика? Ведь, судя по всему, толерантность в ее нынешнем виде полностью отключает у человека инстинкт самосохранения. Сегодня одной тайной стало меньше. Вам известны секретные факты? Их надо проверить. Связь через мой инстаграм. инстаграм. Редактор субтитров